Ну а теперь предлагаю вам приготовить очень вкусный творожный воронежский кекс. Для его приготовления нам понадобится сливочное масло 110 грамм, творог 300 грамм, сода чайная ложка, мука 400 грамм, щепотка соли, 3 куриных яйца и 300 граммов сахара. Но я добавляла 250, если любите более сладкое, то кладите 300. И также еще масло для смазывания формы. Для начала нам необходимо размягченное сливочное масло взбить до однородного состояния с половиной сахара. И желательно брать продукты комнатной температуры, то есть достаньте заранее яйца, масло и творог. Творог лучше брать 9%. Ну, чем жирнее берете творог, тем вкуснее получится. Поэтому тут смотрите сами. Мы взбиваем миксером до однородного состояния, пока крупинки сахара растворятся. И для этого кекса лучше брать мелкокрупинчатый сахар. Теперь добавляем творог и взбиваем до однородного состояния. Творог также лучше сюда брать более гладкой текстуры, ни в коем случае не берите зерненый. И есть еще творог вот такой как бы жестковатый, сюда такое тоже не подойдет. Если у вас вдруг такой творог, то предварительно его измельчите, например, погружным блендером. Отдельно взбиваем яйца и оставшийся сахар до однородного состояния. В яйца также добавляю щепотку соли и сахар ввожу в смесь частями. Взбиваю до тех пор, пока сахар начнет растворяться. В творожно-масляную смесь добавляю чайную ложку соды без верха и дополнительно ничем не гашу. Она у нас погасится за счет творога. И дальше сюда еще решила добавить несколько капель апельсинового ароматизатора. Мне кажется, отлично будет сочетаться с творожным вкусом. И при желании можно сюда добавить еще, например, цукаты из апельсиновых корочек. Это будет тоже очень вкусно. Затем выливаю яичную смесь в творожную и смешиваю до однородного состояния. Пшеничную муку ввожу частями и одновременно ее просеиваю. Смешиваю миксером до однородного состояния. И на этапе, когда тесто станет достаточно густым, я заменю насадки на насадки для теста и продолжу смешивать ими. Начинаю смешивать на мелких оборотах, обороты постепенно увеличивая. И тесто в итоге должно получиться достаточно густым и достаточно плотным. То есть не пугайтесь, это нормально. Силиконовой лопаткой вмешиваю муку со стенок формы, которую не смог забрать миксер. И вот смотрите, покажу вам, какой консистенции тесто должно получиться. Дальше я беру форму. Форма у меня большая и ее необходимо заполнить не больше, чем на 2 трети. Так как кекс у нас еще вырастет в объеме. И чтобы лучше он доставался, я сбрызну оливковым маслом. У меня вот такое в спреи. Можете смазать любым абсолютно растительным маслом. Можете сливочным маслом. В общем, так как вам нравится. И затем я выкладываю тесто в форму. Выкладываю при помощи 2 ложек. Так как оно достаточно плотное и тугое, то оно плохо перекладывается. Разравниваю поверхность теста лопаточкой, не прижимая его. И выпекать буду в разогретой до 170-175 градусов духовке приблизительно 45-50 минут. Ориентируйтесь на то, чтобы деревянная палочка была сухой. Но вот посмотрите, какой в итоге красавец кекс у меня получился. И его необходимо доставать из формы, пока он еще горячий. И я перекладываю для полного остывания на решетку. Затем сверху можно присыпать сахарной пудрой. Можно полить глазурью. Здесь полет вашей фантазии. Я присыпала просто сахарной пудрой. И очень вкусный, очень ароматный кекс получился. Попробуйте приготовить. Я уверена, вам понравится. У него такая хрустящая снаружи корочка. А внутри он мягкий и немножко влажноватый. Это очень вкусно. Попробуйте, рекомендую от всей души. Желаю всем приятного аппетита. Живите вкусно. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.